здравствуйте мои маленькие любители оленизма с вами семейный юрист консультант антон сорвачёв в комментариях меня попросили сделать видео о том что ждет мужчину в браке и вот я набросал себе здесь 10 пунктов того что вас точно ждет в любом браке я очень редко даю какие-то стопроцентные гарантии абсолютизирую но в данном случае имея на руках 70 процентную статистику разводов и понимая самом виде своей практика из практики других моих коллег и адвокатов и психологов я вижу что остальные 30 процентов живут так называемом предразводном состоянии поэтому когда я говорю все когда я сто процентов я отвечаю за свои слова вообще привык отвечать за свои слова и за то что я вам расскажу сейчас я также в этом уверен и так первое вы не потрудились задать себе вопрос зачем мне регистрировать отношения с моей ненаглядной и пошли и зарегистрировали их но приводить вам здесь какие-то законы говорить о том что вы с таким же успехом могли бы заключить какую-то кабальную сделку что вы вмешали ваше отношение вашу любовь третью сторону в лице государства загса судебных приставов судов и так далее так далее я не буду то что вам это как с гуся вода вы пошли в загс чтобы от вас отстала ваша вторая половинка вы пошли в загс чтобы сделать ее счастливы вы пошли в загс чтобы наконец стать настоящим мужиком не нормальным мужчиной которым я и зритель этого канала себя относят а настоящим и именно мужиком и что же вас ждет в официальном браке ну первое охлаждение отношений с вашей уже официальной супругой это может произойти буквально за несколько дней после регистрации брака может длиться годами но тем не менее я вас уверяю это будет почему это происходит в ранних своих видео я рассказывал об этом повторюсь еще раз ваша супруга поняла что вы дурачок почему она это поняла не потому что я хочу кого-то оскорбить там обидеть нет я реально говорю то что реально женщины говорят в свою очередь на консультациях у психологов своим подругам мамам на работе коллегов вы сделали то что вам не выгодно вы поддались на ее манипуляции вы проявили себя как человека который ставит интересы женщин выше своих интересов и как она вас после этого будет уважать как она вас будет видеть после этого альфа самца патриарха начальника семьи начальника предприятия под названием себя как если вы уже сделали то что вам не выгодно если вы не подписали брачный договор не сходили там к трем четырем пяти юристам на консультацию не узнали правых последствиях а просто развесив уши как мамонтенок которым к мамонтенком мы все хорошо относимся всех уважаем и любим но тем не менее развесив уши как вот такой вот слоненочек олененочек вы пошли и подставили подпись даже не читая как вас можно уважать после этого как вас женщина будет после этого уважать вы себе конечно таких вопросов не задавали второе вас естественно ждут манипуляции секса ну уж куда без этого и измена почему потому что как женщина может сексуально хотеть человека которого она не уважает мужчину мужика как она может хотеть мужика которым она манипулирует которым она вот так вот сказала он побежал тут же исполнять сказал загс значит загс сказала отвези меня к маме значит к маме как она может его сексуально хотеть нет они хотят не предсказали они хотят непредсказуемых они хотят буйных они хотят таких вот прям бурных неуправляемых мужчин они покладистых хороших мужичков с ними удобно жить да их удобно тягать в загс но хотеть их сексуально нет никогда ни одна женщина не будет хотеть вас сексуально поэтому охлаждение отношений у вас уже пошло и тут вопрос только в изменах при этом так как ну она понимает что ради ее ради ее между ножи вы сделаете очень многое естественно она будет этим манипулировать а почему бы нет но представьте себе вы живете с женщиной которая ради доступа к вашему драгоценному письму сделает все что угодно но вам нужно быть прям очень таким высокоморальным высокодуховным человеком чтобы этим не пользоваться и она тоже будет этим пользоваться конечно манипулировать сексом доступом к своему телу этот этим занимается подавляющее количество женщин и мужчины на это ведутся пока не ведутся они будут этим заниматься что было раньше курицы из или яйцо здесь сложный вопрос но тем не менее это происходит соответственно она вас подталкивает к измене у меня ролик здесь буквально один из предыдущих роликов на моем канале как почему зачем жены провоцируют на измену мужей там очень интересно посмотрите она сама будет изменять поскольку как она может хотеть человека который ну просто тряпка просто тряпка когда вы поставили подпись в загсе не понимая зачем вы это делаете просто подавшись на манаю манипуляшки просто в ради своей радулечки что дать я какие-то гарантии про которые ничего не знаете она-то хорошо все это знает она уже посмотрела почитала все женские формы сходила на консультацию ко мне еще нескольким юристам адвокатом она все знает очень хорошо открыла семейный кодекс комментарии почитал а вы как вот такой вот человек себя ведете ну и дальше следует производная от измен манипуляции сексом вообще все женские манипуляции поскольку они на вас работают они будут на вас использованы и применяться как знаете вот ковровые бомбардировки существуют когда просто место выжжена земля только остается все женские манипуляции которые есть а даже тех которых нет она придумает даже чисто уже но она понимает что она уже все вообще получит если она захочет с вас обе почки она даже почки получит ну и просто искать из любви к искусству из какой-то может быть даже внутренней злости поскольку с точки зрения эволюции с точки зрения биологии которым кстати многие женщины прислушиваются чисто интуитивно слабый мужчина это не жизнеспособный мужчина а мужчина который ведется на манипуляции мужчина который делает поступки поступает во вред себе это слабый мужчина и он не имеет права на жизнь с точки зрения эволюции биологии поэтому охлаждение отношений измена манипуляции секса манипуляции все женские вообще провокации мы обязательно провокации это так сказать все одно цепляется за другое вы слабый мужчина она понимает что сексуально вас не хочет что вы уже все что нужно для нее вы сделаете но при этом у нее внутри сидит какая-то злость как все таки я живу со слабым мужчиной и она будет пытаться проверить все таки насколько вы слабы неужели вас не осталось не осталось ничего мужского будет вас спровоцировать и как только вы спровоцируетесь тут же побежит писать заявление и в полицию и в загс и так далее да внутри она поймет что вы сильный но жить сильным мужчиной такое себе развлекаться с ним в кроватке это одно а вот жить эксплуатировать его это совсем другое это уже не интересно вот такие вот женщины противоречивые существа сексуально хотят сильных мужчин но жить с ними не хотят не тянут у меня есть видео опять же на канале потянет ли женщина сильного мужчину большинство нет ну и 5 попытки отжима имущество ну раз вы как вот такой вот мужичок не мужчина мужичок мужик согласились поставить свою подпись под тем чем не понимаете может быть вы согласитесь поставить подпись под договором покупки квартиры на ее маму договор дарения какого-то так сказать машины или какого-то части другой недвижки на неё на ее сестру на ее родственников и многие соглашаются их ноги соглашаются мы же одна семья думают они и соглашаются и получают опять же самого начала еще больше охлаждения отношений еще больше вероятность измен манипуляций различных еще больше провокаций уходят так сказать еще на один круг ну то есть если вы думаете что регистрация брака в загс для женщине это так сказать финал прям финиш такого вот облапошивания мужчины то нет финиш это когда он квартиру покупает так сказать или дарит там тёщеньки любимой в моей практике юрист таких случаев полно и у всех мужчин потом один аргумент ну как же мы же были одна семья как я мог подумать но с другой стороны конечно при таком воспитании при такой пропаганде сложно представить что женщина может предать и мужчины делают из женщину не человек а какую-то богиню а женщина человек она может и предать и поступить плохо и облапошить не видят мужчины в женщинах людей в этом одна из их проблем эксплуатация ну уж если вы решились вопреки своим интересам не проконсультировав юристов не прочитав законы подписаться под браком если уж вы так сказать решили переписать на нее часть кого-то имущества еще или может быть она думает что решите в дальнейшем если уж вы разрешили ей не работать содержите ее она там развлекается там ребеночка своего воспитывает своего ребеночка по закону это ее ребенок своего ребеночка она воспитывает вот там в соцсетях сидит там что-то будет покушать готовить ну себе из одной вам то грех вас не эксплуатировать грех вас многие женщины даже себе такую систему оправдания выработали они считают что мужчинам по кайфу ухаживать платить за них эксплуатироваться делать их счастливыми и нужно сказать что есть такие мужчины которым по кайф ну по моим прикидкам это процентов 15 20 80 процентов мужчин все-таки ломают себя через колено вооружившись тем что мужик должен терпеть а мужик должен терпеть это нормальный мужчина не должен терпеть то что ему не нужно нормальный мужчина не терпила а мужик должен именно терпеть они не позволяют себе эксплуатировать использовать как шофера грузчика телохранителя подушку для слез сливной бачок для негативных эмоций как вторую няньку а то и первую для ребеночка как банкомат и так далее так далее так далее эксплуатация будет идти по всем фронтам перемежаясь с манипуляциями изменами и вот со всем тем что мы обсудили выше и как закономерный итог нож в спину нож в спину это что такое я практически от каждого первого мужчины который обращается ко мне за помощью там за юридической или психологической про нож в спину слышу стабильно постоянно уже у меня он уже вот тут сидит этот нож в спину что такое нож в спину нож в спину это когда превышен болевой порог то есть мужчина терпел 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 и еще терпел 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 терпела 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 терпел там сказал не могу все и она его ас вот это называется нож в спину, так сказать, если лошадь не везёт, слезь с неё и иди дальше, ну, взяв, так сказать, с паршивого овцы хоть шерсти клок, вот, поэтому то, что многие называют ножом в спину, на самом деле, закономерное, закономерный финал их отношений, но вот это вот терпило-терпило-терпило-терпило, она потом зачастую не один даже нож в спину, вот нож в спину получил такой, что-то прям сделала, вот она ему такую, такой предавая, вот так, как он прям вообще не ожидал, особо извращённым способом, и он уже не может терпеть, он воет от боли, бежит там к психологу, не знаю, там куда-то в алкоголе топит свои вот эти вот проблемы, потом так, ах, вроде полегчало немножко, и снова терпило-терпило-терпило, и некоторые особо такие маститые олени, они несколько ножей в спину могут вытерпеть, 3-4-5 ножей, некоторые всю жизнь эти ножи терпят, ходят, вот они как уже ёжики такие, знаете, как дикобразы, у них вся спина уже в ножах, вот, а потом по статистике 55 лет от проблем с сердцем, вдруг он почему-то погибает, непонятно почему, интересно, ну, далее, продолжение ножа в спину, это невыгодный вам развод абсолютно, вот, постоянно с удивлением таким смотрю на мужчин, которые оставляют своим женщинам квартиры, машины, при этом 150 рублей подписаться на МДТВ у них нету, вот, а оставить миллионы, оставить вот то, что он своими кишками, кровью зарабатывал, так сказать, своей роднульке, которая его эксплуатировала в хвост и гриву, это пожалуйста, невыгодный абсолютно вам развод, но некоторые, вот, многие даже, большинство мужчин, они уже доведены до такой степени, что они готовы всё отдать, вообще, вот без преувеличения, прям всё, вот он там 15 лет платил ипотеку, там, что-то на трёх работах, не жил, света белого не видел, заработал там что-то, машина, квартира, там, ещё что-то, и он готов всё отдать, лишь бы больше просто с ней не конец, лишь бы лишний раз в суде с ней не пересечься, лишь бы вот эти вот хоть раны ножевые сзади немножко хотя бы затянулись заживи, настолько всё плохо, причём это не у единиц, а у многих мужчин. Ну, и дальнейшее после невыгодного вам развода это будет отчуждение детей, вот, если вы думаете, что, ну, тебе-то, Сарвачёв, мы ни копейки не дадим, потому что, во-первых, мы тебя не трахали, а она-то прям, прям, такая была в постели, а второе, ты нам детей не рожал, поэтому ей мы дадим миллионы, так сказать, там все машины, всё, всё отдадим, всё же ради детей, ради продолжения рода, а тебе, Сарвачёв, не то, что за консультацию не заплатим, так сказать, зажмём денежку, которая нам жизнь спасёт, так и копейки не задонатим, потому что ты на нас наживаешься, то учтите, что вы отдаёте вот эти вот машины, квартиры, миллионы ей и её детям, детей от вас, дети от вас будут отчуждены, им будет наговорено, что вы негодяи, что вы хотите маму убить, затем у неё, всё, уж не думаете ли вы, что ваша роднулька, которая, так сказать, под вами стонала, кончала во все стороны, родила вам, именно вам, ребёночка, уж не думаете ли вы, что она будет сидеть и горевать по вам, нет, найдёт себе мужичонка и заставит, заставит ребёнка называть его папой, и ребёнок будет называть его папой, а вы будете там, где находится большинство мужчин в нашей стране. И это будет закономерный итог, финал под названием официальный брак. Всё началось с того, что вы такой самый умный, самый большой маститый рогатый, не то, что все эти лохи, я-то буду главным в своей семье, думали вы, окончится тем, что, поимев и выжив из вас все соки, вы останетесь без копейки денег, без детей, без будущего на обочине жизни. Особо упоротые умудряются по несколько раз это всё провернуть. То есть, заработать в своей жизни на несколько квартир, оставив их разным женщинам, на несколько машин, настрогав несколько детей от разных женщин. И всё равно к 60 годам остаются ни с чем, просто ни с чем. Повезёт ещё, если в маминой квартире он будет жить, а не на теплотрассе. Нет ничего ужасти в жизни. Я вот это видел, я это постоянно наблюдаю. 60-летнего, 65-летнего оленя, который уже никому не нужен, ни детям не нужен, ни бывшим жёнам тем более. И вот этот олень, уже умирающий олень, приходит, смотрит на мужское движение, на активистов, на мой канал и говорит, да, чё ж мне эта информация не попалась раньше? Не сломал бы я себе жизнь, не пошёл бы, не сидел бы я сейчас в жопе просто. А потому что он не был к ней готов. Увидел бы он меня 20-30 лет назад, подумал бы, что типа какой-то дурак. Бабы его, наверное, обидели. Жена ненавистник. По-любому. Со мной? Со мной. Такого не будет. Мне там какой-то Сарвачёв нахрен не нужен. Ещё донаты там просит на какие-то съёмки, ещё на что-то. На аппаратуру я. И потом этот я, я ещё раз говорю, я это наблюдаю постоянно. Людей, находящихся в первой фазе, в серединке и уже под конец. Под конец это самое грустное. Вот я себе дал обещание, что я в ситуации вот этого 60-65-летнего оленя не окажусь. Окажетесь ли вы? Это вопрос. Напишите ответ на этот вопрос в комментариях по видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно прожмите колокольчик, помогая в продвижении канала. А с вами был семейный консультант Антон Сарвачёв. До новых встреч!